Дети не хуже взрослых умеют играть блистательные роли в кино. Благодаря своему таланту они смогли уже в малом возрасте добиться успеха. В этом видео собраны знаменитые дети тогда и как они изменились сейчас. Натали Портман еще в детстве сыграла свою большую роль в кино. В 1994 году Натали прошла кастинг к фильму Люка Бессона «Леон», где сыграла свою первую главную роль – девочку по имени Матильда, которая дружит с наемным убийцей Леоном. Натали тогда было 13 лет, и ее настоящая фамилия была Хершлок. Цель их секретности – она взяла псевдоним Портман. Это девичья фамилия еврейско-русской бабушки-актрисы. После этой роли она сыграла в трех частях фильма «Звездные войны». В 2006 году ради роли в фильме «Ви» значит «Вендетта» Натали без тени сомнения согласилась полностью обрить голову. Актриса на протяжении всей своей карьеры вживается в каждую из своих ролей и демонстрирует уникальный талант. В 2011-м за фильм «Черный лебедь» она получила премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта» и «Сатурн» в номинации «Лучшая женская роль». Сейчас Натали Портман 35 лет. Она продолжает сниматься в большом кино, а также занимается различной благотворительностью. Она защищает права животных и окружающую среду и является истинной вегетарианкой. Брэд Келли. Канадский актер наибольшую известность и славу получил благодаря съемкам в фильме «Плохой Санта». В 2003 году 10-летний Брэд получил роль Термана – пухлого мальчика, у которого практически нет радостей в жизни. После этой роли актер получил небольшие роли в нескольких фильмах. С 2011 года Брэд не появлялся ни в одном фильме, пока в 2015-м не заговорили о продолжении «Плохого Санты». Брэд Келли значительно похудел во взрослом возрасте. Актеру пришлось набрать около 20 кг, чтобы вновь исполнить эту роль. «Плохой Санта 2» вышел на экраны в декабре этого года. Сейчас Брэду Келли 23 года, и проектов на будущее у него пока нет. Джорджи Хенли. Английская актриса, которая прославилась на весь мир в 10-летнем возрасте. В 2005 году она положила главную роль в фильме «Хроники Нарнии», «Лев, колдунья и волшебный шкаф». Для маленькой актрисы это был масштабный проект, благодаря которому ее талант был замечен в кинопроизводстве. Фильм собрал в прокате более 700 миллионов долларов и принес Джорджи две премии в номинации «Лучшая женская роль среди юных актеров». После этой роли последовали еще две части «Хроники Нарнии», где актриса также сыграла главные роли. Сейчас Джорджи 21 год, у нее есть несколько ролей в фильмах, а также она увлекается созданием кино. В 2015-м она сняла свой первый короткометражный фильм «Прилив». Дэйви Чейз сыграла персонажа, который стал не только одним из самых узнаваемых в мире, но еще и главного злодея детских и взрослых кошмаров. В 7 лет ей предложили главную роль в музыкальном театре «Юда», а в 8 она прошла кастинг на свою первую телевизионную роль в сериале канала «Си Би Си». В 2002-м, в возрасте 12 лет, Дэйви получила роль в ужастике «Звонок». Она сыграла роль девочки с черными волосами с именем Самара, которую родители утопили в собственном колодце. В 2003-м году Дэйви получила премию MTV в номинации «Лучший злодей». Фильм настолько прославился, что в 2005-м году вышла вторая часть «Звонка». Кроме роли Самары, Чей сыграла в фильме Донни Дарка и Эс Дарка, а также она озвучивала Лила в серии фильмов и мультфильмов «Лила и Стич». Сейчас Дэйви 26 лет, и она продолжает свою актерскую карьеру. Эдвард Ферланг – американский актер и певец, наиболее известный по ролям Джона Коннора в фильме «Терминатор 2» и Дэнни Виньярдо в драме «Американская история Икс». В 13 лет он выиграл конкурс на роль Джона Коннора в «Терминаторе 2». За свою дебютную работу Ферланг получил премию «Сатурн» и кинонаграду MTV в номинации «Главное открытие года». В 1998-м году он сыграл в паре с Эдвардом Нортоном в нашумевшем фильме «Американская история Икс». В дальнейшем, однако, карьера Ферланга пошла под откос из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом. Может, по этой причине его не взяли на роль повзрослевшего Джона Коннора в «Терминаторе 3». Сейчас Эдварду 39 лет, и он снимается преимущественно в малобюджетных картинах и небольших ролях. Понравилось видео? Тогда ставь лайк и жди следующую часть!